Первый раунд Харвас сразу бросился в атаку Довольно неожиданно, на мой взгляд, для соперника И снова быстрые руки у Милана Нет, нет, ничего не было Ничего страшного, это не нокдал И продолжает свои атаки хорватский боксер Левый боковой точно в голову пропускает выхрест Да, скорость завидная у Марку Милана Для тяжеловеса просто очень хорошая Корпусом сейчас здорово отзащищался Дыши, опустися Попси Легче на ногах, мобильнее, пока, во всяком случае, боксеры с Хорватии. И снова он в атаке. Посмотрите, хороший джеб, на который налетает выхрест. В туловище перевод левым боковым в голову. Но выхрест тут ответил. Ответил. Но вы обратили внимание, насколько немедленнее летят перчатки украинского тяжеловеса. Хороший джеб снова провалил соперника. Но сейчас пропустил. Чуть-чуть задумался, остался на ударной дистанции. И в концовке рефер открывает счет. Зазевался, зазевался хатский боксер. Отличный раунд проводил. И такая нелепая для него концовка. Но это тяжелый вес. Здесь надо быть на чеку до последней секунды. Вы слышите, прекрасно. Требует от фиксера выхреста работать поострее. Раунд второй. Второй. Свет «Раунд zurück» Раунд второй. В ДВЕР hinten! В ДВЕР. У Марку Милу на руки побыстрее, но удар, похоже, потяжелее у украинского боксера. Ну, сейчас необдуманно бросился вперед Милу. Снова опасно головами летят. На встречу друг друга боксеры. Точность пропала в действиях хорвата. Пролетает дистанцию. На ногах стал хуже действовать. Ну, сейчас снова вернулся и стал похож на себя в первом раунде. Но увидим, это только эпизод, или он снова вернулся к своей манере. Хорошо, снова корпусом ушел от ударов украинца. И левый боковой запускает. Снова нокдаун? Честно говоря, я не видел такого удара, чтобы открыли счет. Но сидя там непосредственно близко. Вот сейчас, вот сейчас можно было открывать нокдаун. Да. Растерял все преимущество, которое было в первом раунде. А этого, может, и не было, потому что там тоже, помните, был нокдаун. Рискованно действовал хорват. Пропустил очень много. А это супертяжелый вес, друзья. Здесь надо дожить еще до финала. До финального гонка. Да, Выхрест выиграл раунд в шестую. Рискованно действовал. Третий раунд. Третий раунд. Марко Милон бросается в атаку. Ну, это сейчас на руку, Выхрестун. Хотя пропустил серьезный боковой удар боксера из Украины. Ну, полетел вперед. Выставил голову Марко Милон. И тут же за это поплатился. Неплохо боковой. Работает Марко Милон. Но, похоже, сил у него осталось меньше, чем у Ивана Выхреста. Внешне не так. Дальше впечатление складывается. Идем, не так просто. Давай, давай. Питал. Раздор. Пиренника. Пиренника. О, правый боковой. Все, надо бой останавливать, я считаю. После такого удара Милин вряд ли восстановится. Вот рефери, все правильно, все правильно. Это супертяжелый вес, друзья. Здесь надо беречь здоровье своему бойцу. Вы в углу, я думаю, тоже не сопротивляются, конечно, этому решению. Но все равно молодец Марка Милова, потому что сделал такой бой зрелищным. Рисковал, рисковал очень сильно. В первом раунде смотрелся неплохо, но потом вот этот риск, конечно, не оправдался. Но смелый парень, ничего не скажешь. Досрочная победа. Итак, Виктор Вихрист побеждает в виду явного преимущества и выходит в финал.